Встречи с известными людьми всегда приятны и интересны, особенно если эти люди имеют большой багаж достижений. Олимпийский чемпион Сергей Макаренко – гордость нашей страны. Ежегодно он участвует в организации турниров по гребле. Врученные медали лучшим спортсменам в своем виде спорта – особенные награды, ценные для каждого гребца. Сегодня олимпийский чемпион пообщался с поклонниками и любителями гребли. Подошли к концу открытые республиканские соревнования по гребле на Байдарках и Каной в Бресте. Белорусские и украинские гребцы получили свои заслуженные награды. Особенностью турнира стало участие в его организации самого первого олимпийского чемпиона Беларуси по гребле Сергея Макаренко, а также вручение спортсменам именных медалей победителям состязания. После завершения церемонии закрытия открытого турнира первый белорусский олимпийский чемпион пообщался с юными гребцами, тренерами и просто любителями данного вида спорта. Работа идет и хорошая идет. Я вчера встречался с тренерами и удивительно для меня, я каждый год бываю на этом турнире и встречаюсь каждый год с тренерами. И вот я чувствую, что они больше раскрылись, больше знают, больше интересуются теми результатами, которыми стремятся. Конечно, молодые в основном здесь тренеры, как и канал молодой, и я чувствую, что вот раскрывается потенциал тренеров. Мне вчера тренера такие вопросы задавали, о которых я даже раньше и не слышал. Сергей Макаренко каждый год приезжает в Брест на открытый турнир по гребле, а иначе и быть не может, ведь турнир носит его имя. Спортсмен внимательно следит за событиями, происходящими в данном виде спорта и, как сам отмечает, очень интересуется достижениями брестских гребцов. И это не случайно. Олимпийский чемпион начинал свой спортивный путь в городе над Бугом. Я, как брестчанин, здесь вырос и был самым первым родоначальником, спортсменом, который начал заниматься. Конечно, есть, которые раньше меня занялись, потому что гребля уходит, брестская гребля в начале 50-х годов. Мне очень приятно приезжать в Брест, родной Брест. Здесь мои корни, и отец мой погиб здесь, защищая Брестскую крепость, защищал. И здесь сейчас и родные, и близкие есть. Ну и, конечно, если говорить о печальных событиях, так здесь похоронены мои и мать, и отец, и братья. Встреча с Олимпийским чемпионом стала настоящим праздником для тех, кто делает первые шаги в таком виде спорта, как гребля, а также для опытных спортсменов. Сергей Макаренко поделился историями своей жизни, дал множество отдельных рекомендаций и неоднократно подчеркивал, что Брестский гребной канал – один из лучших среди стран СНГ комплексов для подготовки гребцов к соревнованиям разного уровня. Об этом дело за малым – тренироваться и получать заслуженное призвание. Замечательный канал. Есть пример, с кого брать примеры. Вот таким образом хотелось бы, чтобы этот турнир был такого мирового значения, так как канал отвечает этим всем требованиям. И вот нужно раскрутить, чтобы вот такая фишка была у этого канала, чтобы о нем знали в мире. И через своих спортсменов, не только тех спортсменов, которые выступали раньше, и современные. Очень много, большая плеяда спортсменов, которые сейчас выступают в сборных командах. Подобная встреча – важное событие в спортивной жизни города над Богом. В этот раз она собрала множество профессионалов и любителей, которые пришли для того, чтобы почерпнуть знания из уст самого олимпийского чемпиона Сергея Макаренко. Такие знаковые встречи еще не раз пройдут в Бресте, ведь заслуженный мастер спорта пообещал поддерживать наших спортсменов и содействовать развитию гребли на Брещене.